здравствуйте дорогие друзья сегодня в последние дни уходящего старого года мне хочется поговорить с вами о новогодней книге о новой новогодней сказке Нины Дашевской я очень люблю этого автора ее книги я покупаю ну что называется по умолчанию как только появляется новая книга мне немедленно нужно ее купить при этом для меня совершенно неважно на какой возраст рассчитана книга возрастная адресация меня совершенно не интересует потому что удивительным образом случилось так что мне очень близко мировосприятие автора очень близок ее взгляд очень близки близко ее отношение к ко многим вещам которые также точно также значимы для меня как значимы и для нее мне это очень нравится очень созвучны и все ее книги я читаю с удовольствием даже если они предназначены для маленьких детей для дошкольников или для детей младшего школьного возраста поэтому я очень обрадовалась новой ее книги и для меня вот удивительным подарком стала ее новогодняя сказка зимний мастер подарком именно для меня и потому что эта книга мне кажется совершенно вне возрастной она рассчитана на любой возраст она даже не рассчитана на просто разговаривает с читателем любого возраста разговаривает и рассказывает ему историю потому что эта история предназначена для Для всех жителей маленького городка. Маленького городка, который мне почему-то кажется очень похожим на Выборг. Наверное, именно потому, что мастер, о котором рассказывает сказка, живет вот в таком высоком доме. Вот такой домик, да, именно такой европейский высокий дом. И в этом доме комнаты соединяются не дверями, комнаты соединяются лестницами. Они расположены одна на другом. И дом разделен по вертикали. За стенкой у зимнего мастера, у мастера, который расписывает игрушки, расписывает елочные шары, которые делает для всех жителей города, изготавливает его друг мастер стеклодув. Вот он, посмотрите, он выдувает шары, самые разные шары. И то вот он сам приносит корзинку мастеру, который расписывает эти шары, то приносит маленький мальчик, мальчик его помощник, которого зовут Мика. Вот он, мальчик Мика. Он приносит ему корзинки с шарами. И зимний мастер расписывает эти шары. Микки расписывает для жителей всего города. Ему очень хочется каждому из жителей подарить сказку, подарить то, о чем люди мечтают. Ему хочется, чтобы они встретились с чем-то необыкновенным, а может быть даже и с обыкновенным, но с тем, чего им не хватает, чего им очень хочется. И поэтому на его шарах возникают то лошади, то балерины, то слоны, то вот для мальчика Микки ему обязательно нужно нарисовать контрабас, потому что Микки не хватает музыки. Он мечтает о музыке. И вот непременно о такой музыке. Он хочет услышать контрабас. Ему мечтается об этом. И вот это его желание, вот это желание подарить каждому жителю маленький-маленький кусочек настроения, праздничного настроения, кусочек радостного ожидания, радости от встречи с ожидаемым, да, с каким-то, ну пусть хотя бы изображением своей мечты. И вся жизнь мастера заполнена именно этим, именно вот таким вот творчеством. С утра до вечера мастер занят именно своей работой, да. Вот вы видите, как раз здесь на рисунке он изображен над тем, что вот он задумывается, что же еще он может нарисовать, что же еще он может подарить. И вот посмотрите, рождаются вот такая вот история, вот такая картина. Здесь переплетаются все, что он изображает, все, что ему хочется подарить людям, подарить соседям, подарить жителям, чтобы состоялся этот праздник, да, чтобы именно праздничное настроение сопутствовало бы всем, окружило, окутало бы всех, чтобы все им прониклись в эти праздничные дни, чтобы все прониклись вот таким настроением. Вот посмотрите, здесь именно такой горячий праздничный фейерверк. Но мастер живет в одном доме с другим мастером. Их разделяет только одна стена. И по другую сторону стены живет музыкант, который пишет удивительную музыку. Музыку, когда он начинает играть, вокруг кружатся снежинки. Приходит зима, и именно эта зима обволакивает весь город, заносит его снегом. И мастеру-художнику становится холодно. Ледяная стена, вот эта буквально разделяющая их стена от музыки, ему кажется, что именно от музыки она становится ледяной. И тогда он рисует и разрисовывает все новые и новые шары, шары с под его руками, становятся горячими для того, чтобы эта стена потеплела. Вот в этом творчестве двух мастеров, разделенных одной общей стеной, как раз проявляется вот этот великий закон единства и борьбы противоположностей. Оба этих мастера нужны. Оба этих мастера создают для людей праздник. Оба мастера вкладывают всю душу в свое творчество. И именно вот этот симбиоз музыки, изображения тепла и холода, и создают атмосферу зимнего, новогоднего праздника. Вот, посмотрите. Вот они трудятся именно вместе. Вместе они трудятся. И за окном летят снежинки. Но, несмотря на холод, несмотря на вьюгу, творчество второго мастера согревает людей своим теплом. Тогда как музыка создает настроение. Удивительное, возвышенное настроение. Вот. Вот вы видите этот праздник. Иллюстрации в этой книге художницы Юлии Сидневой. И вот, несмотря на то, что я не очень люблю современную манеру вот молодых художников, которые изображают как в своих рисунках, манера их рисования, она как бы, ну, что называется, косит, да, под детский рисунок. Их рисунки похожи на детские, да, словно это рисовал ребенок. Художник рисует так, чтобы нам казалось, что это детские рисунки. И я также не очень люблю вот эти вот буквы кривенькие, косенькие, которые тоже словно написаны детской рукой, ребенка, который еще толком не умеет писать. Но, тем не менее, вот удивительно, что в этой книге меня все устраивает. И книжка получилась на удивление гармоничной. На удивление гармоничной и праздничной. Вот, несмотря на вот это кривенькое, косенькое, совершенно детское, да, тем не менее, здесь в рисунках все равно присутствует атмосфера праздника и атмосфера ожидания этого праздника. Вот дети наряжают елочку, да, вот такая елочка. И вот сам праздник, посмотрите. Вообще, они очень подходят этой книжке, эти иллюстрации. Они вот такие насыщенные, яркие, с такими яркими, сочными мазками. Все это изображается. И книжечка получилась именно вот такой подарочной. Она, конечно, не избыточно красива, как часто бывают такие подарочные книги. Но она, вот знаете, такая стильная. Она получилась очень стильной и такой, как сказать-то, неброский, но заслуживающий внимания подарок. И этим она мне очень понравилась. Вот, мне кажется, что книга подходит для подарка абсолютно любому человеку. Абсолютно. Её можно дарить детям, и можно читать её с детьми вечером. Её можно подарить взрослому, её можно подарить однокласснику. Неважно, в каком классе учится ваш друг или приятель. И можно подарить даже коллеги на работе. И мне кажется, что эта книга будет прекрасным чтением в предпраздничные новогодние дни. И в послепраздничные тоже. Именно вот эта вот новогодняя каникулы, новогодняя каникулярная такая книжка, очень настроенческая. И вот она хороша именно для того, чтобы читать её вечером. Вот эта высокая светлая грусть, вот эта высокая нить, знаете, накал творчества. Здесь именно описывается творчество, творчество мастеров. И люди с тонкой душевной организацией, конечно, обязательно проникнутся. И мне кажется, настолько она удивительно написана, эта книга, что вот этой атмосферой высокого творчества проникается любой читающий. Даже если этот человек не умеет держать в руках ни кисточку, ни карандаш, и не умеет рисовать, и даже если он не умеет играть ни на одном музыкальном инструменте. Но зато любой человек умеет слышать, умеет слышать музыку. Он может её услышать, да. И любой человек видит. Видит и наслаждается плодами творчества других мастеров. И именно вот этот подарок, да, насладиться вот этим творчеством, оценить его, именно этот подарок делает нам перед Новым годом Нина Дашевская. За что мне хочется сказать ей огромное спасибо. Подарок удался, подарок состоялся. И, конечно, в эти дни, именно сейчас, мне хочется пожелать в Новом году счастья, удачи, творческих успехов, много-много тепла, добра, света, больших и маленьких радостей и автору Нине Дашевской, и её читателям, и большим, и маленьким, и детям, и взрослым. И всем, всем нам мне хочется пожелать самого-самого доброго и светлого. С Новым годом! Спасибо за внимание. До следующих встреч.